МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнее утро в сотом лицее Ульяновска выдалось очень тревожным. В учебные заведения съехались полицейские и сотрудники Росгвардии. Переполох случился из-за скриншота переписки двух неизвестных учеников. Один уговаривал другого расстрелять вместе с ним школу и даже скинул фото ружья. Скрины были размещены в сообществе любителей вейпов, а уже оттуда попали в родительский чат. Директор лицея сообщил об этом в полицию. Охрану лицея усилили сотрудниками Росгвардии и полиции. Немедленно было проинформировано Управление образования администрации города и правоохранительные органы. Ребенок установлен, с ним проведена профилактическая беседа в полиции. То есть, как выяснилось, этот учащийся подросток, он даже не является учеником лицея номер 100. Позже выяснилось, что фото ружья просто взято подросткам из интернета, уроки в лицее не отменяли. Плетением сетей для СВО занялись тосовцы всего региона. Это занятие им нашел региональный благотворительный фонд «Дарь и добро». Маскировочными сетями там озадачились неспроста. Волонтеры даже придумали свой способ плетения. Все подробности в материале Эллы Шаховой. Практически ежедневно в региональный благотворительный фонд «Дарь и добро» приходят письма с передовой СВО, от командиров частей и подразделений, где служат ульяновцы. И в каждой заявке есть маскировочные сети. Когда мы проводили анализ цен, и поставщики, конечно, продавали их достаточно за дорогую стоимость, у нас нашлись умельцы, которые сказали, что они готовы изготавливать их самостоятельно, если мы, в свою очередь, обеспечим их необходимыми материалами. В целом, мы когда посчитали экономию, изготовление сети, оно практически в 3,5 раза дешевле, чем покупка ее уже в готовом виде. Большое количество добровольцев, готовых плести, маскировочные сети безвозмездно, фонд нашел среди тосовцев. На мастер-класс представители этих объединений съехались со всего региона. Вчера была только в гостях у своего крестника, который вернулся. Но он не вернулся, он в отпуск пришел с Украины. И вот как раз я его спрашивала про наши блиндажные свечи, нужны ли они, помогают ли, не зря ли наша эта работа. Сказал, что очень нужны, очень востребованы и сети, и свечи. Держим пальчиком, наизнанку идет на вас, вот так держите, чтобы он, листик не переворачивался. Вытягиваете всю ленту, вот так плетом полностью до конца. Собравшиеся здесь представители тосов, освоив технику плетения, передадут свои знания дальше тем, кто пожелает. К слову, техника нестандартная. Изучая разные способы, передумали свой собственный. Ее достаточно просто нарезать, просто плести, то есть там нет каких-то замысловатых узоров. Данная техника очень хорошо имитирует листву. То есть в зависимости от расцветки камуфляжной ткани, получается под различные ландшафты. То есть и лес, и степь, и солома. Имеет значение и ткань. Та, которую используют здесь, называется Оксфорд. Она обладает негорючими свойствами, влагоотталкивающая, а значит, сеть после дождя Лерасы останется легкой. Привезли нам уже комплекты на 120 сетей, размером 3х3, которые наши тосовы откликнулись. Они горят желанием помочь как раз фронту, чтобы, конечно, безопасность наших мобилизованных была превышей всего. Поэтому приезжали здесь, собрали все неравнодушные люди. Они собирают уже и так продуктовые наборы, пекут хлеб, собирают гуманитарную помощь. 100 сетей фонд уже отправил на передовую. Они прошли проверку и одобрение военных. Необходимые материалы сейчас закуплены еще на 500. И изготавливать их будут, пока в этом есть необходимость. Елла Шахова, Юрий Давыдов, Вести Ульяновск. Реализация нацпроектов приносит Ульяновску новые школы, детские сады и дороги. Например, на улице Шигаева по программе «Стимул» национального проекта сейчас возводят детский сад на 160 мест. Готовность 65%. Подрядчик полностью закрыл контур здания, смонтировал отопление, совершает устройство систем воды, снабжения и вентиляции, приступил к внутренней отделке. Наша первоочередная задача – это до конца месяца уйти от мокрых процессов. То есть штукатурка потолков. У нас второй этаж 100%, первый – 50%. И закончить полусухую стяжку. Стяжка у нас закончена уже на первом и втором этажах. Мы опустились в подвал. Дошкалята смогут пойти в новый сад уже в этом году. Сдача объекта запланирована на 30 июня. А это участок дороги на улице Облуково. Его тоже построили в рамках нацпроекта и уже ввели в эксплуатацию. Более 400 метров новой дороги после строительства нового моста через Свиягу обеспечит горожанам удобный проезд в Ленинские и Засвияжские районы. Сейчас потеплее будет. Давайте здесь надо благоустройство сделать. Обязательно трапку. Чтобы красиво было. Сейчас понятно, что грязь. Более. Сейчас подсорки обязательно. Довести в хороший вид. Губернатор также отметил необходимость ремонта старого участка дороги до улицы Смычки. Его планируют привести в порядок в 2024 году. В этом же году город получит три новые дороги. Они должны будут улучшить транспортную доступность микрорайонов. Новая жизнь юго-западная. В Ульяновске подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года». В этом году за звание лучшего боролись 23 педагога из 20 муниципалитетов. Все они достойно представили свои профессиональные личностные качества, но статуэтку победителя забрала Валерия Незванова, преподаватель русского языка и литературы в губернаторском лицее номер 100. Именно она теперь представит наш регион на федеральном уровне. Решение участвовать в конкурсе «Учитель года» 2023 далось мне не так легко. Я очень переживала, думала, как это, потому что до этого я никогда не участвовала в подобных творческих и профессиональных конкурсах. Мои коллеги меня поддерживали, помогали. Ученики интересовались моим эмоциональным состоянием. В подготовке конкурса мне помогали мои коллеги. В моей школе, губернаторский лице номер 100, работают учителя, которые уже участвовали в подобных конкурсах. И педагогический дебют, и «Учитель года». И, естественно, я пользовалась их помощью, их советами, их поддержка мне очень помогла. Конкурс состоял из трех этапов. Сначала учителям необходимо было представить себя в испытании «Визитка», а затем педагоги проводили урок. Правда, осложнялся этот этап тем, что аудитория в классе была незнакомая. По результатам первого тура предметное жюри отобрало 10 лауреатов. Во втором раунде учителя уже проводили мастер-классы. Следом педагогам предстояло ответить на актуальные вопросы о современном образовании в формате пресс-конференции. Конечно, каждый год какие-то нововведения существуют. Если раньше были, например, еще разговоры с родителями, нужно было презентовать свой сайт или блог, то в этом году этих конкурсных заданий нет, а вообще на всероссийском этапе победителю предстоит в этом году опробировать, так скажем, новые конкурсные испытания. Например, написать педагогический диктант после прослушивания фрагмента из книги Ушинского, потому что этот год объявлен годом педагога-наставника. И, я думаю, очень интересно будет посмотреть, понаблюдать, как учителя России справятся с этим, так скажем, конкурсным испытанием. Финал всероссийского конкурса стартует 20 сентября, а победитель будет объявлен в Международный день учителя 5 октября. 87-й год своей жизни отметил народный художник России, почетный гражданин Ульяновской области Аркадий Ягуткин. Создавать свои уникальные произведения он продолжает и сегодня. Сейчас живописец работает над картиной, которую планирует подарить городу ко Дню Победы. Подробности в материале Марина Тимофеевой. Я пережил войну, будучи пацаном. Я знаю, это все наблюденное. Здесь за каждым женским образом реальная история. Она отражается в их глазах. Печаль, боль от утраты. Но по слоям акрила та самая решимость. Они переживали войну в тылу. Это суровое время стирало лица. Но не их надежду на победу. Новый день и новая смена. Это труженицы Владарского завода. У меня это связано, поэтому возникла здесь идея. Вон, видите, мост где-то. Все-таки главная рабочая сила и главная опора были женщины. На арголитном холсте народный живописец отходит от цвета. Суровость того времени в свинцовых оттенках. Эти монументальные образы хранились в архиве памяти долгое время. Сейчас полотно все еще обретает краски истории. Но уже к 9 мая. Свою работу художник намерен передать Ульяновску, городу трудовой доблести. Здесь я учился. Здесь я вырос. Улюбился. Здесь женился. Здесь мы родим детей. Аркадий Ягуткин отметил свой очередной день рождения. Его творческий портрет начал вырисовываться 87 лет назад. Сегодня его квартира будто картинная галерея. Отражает лишь малую часть многогранного творчества. В каждой работе своя техника, тематика и жанр. Вся жизнь философская, искание и сложные аллегории. Но теперь, пройдя долгий жизненный путь, желает себе только здоровья. Держись, пока что сердце бьется, пока еще крепка рука. А глаз туманишь лифт слегка. Дерзай, мужайся и твори. И сил у Бога попроси. Марина Тимофеева и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. И после прогноза погоды смотрите программу «Тема дня». Сегодня разговор о модернизации службы занятости. На этом наш выпуск подошел к концу. Хорошего вам вечера. И до новых встреч в эфире. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области минус 2, плюс 3. Ульяновске около ноля. Завтра днем по области плюс 9, 14. Ульяновске плюс 10, 12. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok